Сегодня мы начинаем новую программу «Большое дело». Наша миссия – помочь пожилым людям в таких элементарных, простых бытовых вещах. Мы приехали в гости бабе Люсе. Ее история примечательна тем, что родственники возвели в деревне храм. Ну что ж, пойдемте с ней знакомиться и начинать процесс преобразования. Здравствуйте, баба Люся. Здравствуйте. Начнем с вашей личной истории. Как вы оказались в этой деревне? Я родилась в этой деревне. Мои родители родились здесь и все прожили жизнь в одной деревне Иганово. В этом доме? В этом доме. Он до сих пор плохой дом. Выстреливали родители когда-то, давно-давно. Даже когда меня не было, конечно, я третий ребенок в семье, и все было быстро ино. Ну, жили как в кахозе работали, жили трудно. И войну пережили. И все вот тут, все на этом месте? Все на этом месте. Вот именно никуда, потому что так сложилась жизнь. Где родились, там и пригодились. Вот именно, где родились, там и пригодились. Все же сработали. Давайте мы вот сегодня решим, что мы вам делаем, да, так как наша программа, ее главная миссия – это помогать людям. Ну так. Обозначим задачи, что бы вы хотели, что бы мы сделали. Траву покосить? Траву надо покосить. Забор, наверное, надо покрасить. Надо покрасить. Когда последний раз красили? Не помню. Давно? Никогда. Никогда. Но вот сегодня мы его покрасим, значит, первый раз. Тогда сейчас я со своими помощниками пойду уже что-то делать, а мы с вами потом еще продолжим нашу беседу. Хорошо? Хорошо. Участок нашей героини заросший. Мусора не так много, но он есть. Совместными усилиями не только нашей съемочной группы, но и соседей мы начали косить траву, выносить мусор и подготавливать забор к покраске. Продолжение следует. Продолжение следует. С чем вы занимались в этой жизни? С чем я? Работой. Где? Работала я везде. Я бухгалтер в жизни. Я работала и в колхозе здесь. Бухгалтером? Бухгалтером. Потом мы переехали в Жуковск, я и там работала бухгалтером. На предприятии везде. Сколько у вас детей? Детей у меня двое. Двое сейчас. Да, две девочки. Вы что-то делали на этом участке своими силами? Конечно, конечно. Сажали огород всегда, а иначе было и не прожить. Жизнь какая была. Мы же войну пережили. Жизнь, вообще было нечего. Так-то было. Ну вот огород спасал. А во время войны-то какой голод-то был. Вообще было нечего. Ну вот там в огороде, где-то картошка. И то и не хватало. Потому что сложно было. У нас семья было пять человек. Мы у нас трое детей. Матери. И мать с отцом. Отец не воевал. Потому что он близоруки был. У него была амнистия. Он был здесь и работал всю жизнь в колхозе. Тут недалеко, да, колхоз? А колхоз вот на месте. Он там работал. За лошадьми ухаживал. Пахали там. Но он был близоруки. Из него работник, конечно, так было. А так он работал все время. Ваша жизнь. Расскажите, как сложилось вот тут? Какие приятные моменты связаны с этим домом? Приятные моменты были и хорошие, и плохие. Как у всех темнее. Что хорошего вы можете вспомнить? Сложно сказать, что хорошего можно вспомнить. Ну и вот вы уже столько лет прожили. Вот лет я прожила много. И все в этом доме. Что самое яркое запомнилось в этой жизни? Детство. Мы плохо жили. Бедно жили. Есть было нечего. Но зато мы были людьми. Мы были дружные. Мы всегда поможем друг другу. Это самое было главное нам. У нас это сейчас нету. Ну, вымерли уже. Поколение такое. А так мы были дружные, дружные. Всегда. Все одно единое было. Если даже где-то надо было врезать кому-то, мы все шли. Потому что у нас такая была дружба. Тем временем работа по расчистке участка подходит к завершению. И мы переходим к покраске забора. Прежде чем красить забор, сначала необходимо нанести грунтовку. Собственно говоря, наши помощницы, девушки сейчас занимаются тем, что ее разливают по ведрам. Так удобнее будет каждый из них работать. Но прежде чем наносить грунтовку, забор нужно очистить. Собственно говоря, вот для этого у меня такая железная щетка. И сейчас я этим начну заниматься, дабы помочь нашим девушкам. Очищаем забор от пыли и уличной грязи. Щеточка делает его таким немножко махровым, что улучшит сцепление с грунтовкой и в дальнейшем с краской. Дождавшись высыхания грунтовки, мы приступаем к непосредственной покраске забора. Для этого используем специальную краску для деревянных поверхностей. Защитно-декоративная отделка деревянных заборов – это не просто покраска, а комплексная система, включающая в себя нанесение антисептика и кроющей краски. Краски выпускают укрывными, полностью скрывающими текстуру древесины и лессировочными, не скрывающими рисунок дерева. Работа по покраске – дело неминутное, и мы с бабой Люсей решили прогуляться до той самой церкви, о которой так много наслышаны. Здравствуйте, матушка! Здравствуйте! Расскажите мне, пожалуйста, как давно вы уже живете с этим храмом? Мы здесь с батюшкой появились 6 лет назад на Благовещение, а до этого здесь в храме изменилось несколько настоятелей. Храм был закрыт долгое время и открылся заново только вот, наверное, ему лет 12. Как он работает? Да. Храм построен не так давно, до революции, конечно, но вот там табличка на двери храма о том, что он построен в 1900 году. Это не совсем правда, он был построен пораньше, открыли вот в 1900 году. Ну, то есть сравнительно новый. И по архитектуре видно, что он сравнительно новый, такой достаточно типовой проект, революционный. Правда, для деревни он большой, вместительный. Ну, я считаю, что вокруг храма должно быть всегда красиво и как-то неофициально. Тем более, это же деревня. В деревне ходят в основном бабушки, тетушки, ну, дети приходят, да, ну, дачники. Сейчас все больше молодеют приходы. Но все равно, а женщины, тем более в деревне или там на даче, если они видят цветы, они пойдут. Деревня Яганово, несмотря на наличие большого храма, селом так и не стало. Людей в ней живет немного, но от этого она не перестала быть чьим-то родовым гнездом с историей. Убранство территории, прилегающей к храму, поражает своей лаконичностью. В принципе, удивительного в этом ничего нет, так как если люди пускают корни на одном месте, то они всегда пытаются приукрасить мир вокруг себя. Скажите мне, прихожан увеличивается с каждым годом? Какая тенденция? Я не знаю, как в других храмах. Видите, везде по-разному. Сколько людей живет? Нет, это зависит от каких-то общих вещей в рамках страны. Я очень давно в церкви, мы сменились с батюшкой, много приходов. А до этого я с отцом много тоже вращалась в церковном среде. У меня отец тоже совещанник. Это всегда зависит от людей на местах. От тех, кто в храме, от батюшки, конечно, от кого угодно, от того, какие в храме бабушки. Все знают, что какие в храме бабушки, это очень важно, потому что они могут быть такие, что в храм зайти не сильно захочется второй раз. А у нас бабушки отличные. У нас бабушки все, Боже, дуванчики, мы их все любим. Вот мы пришли, баба Люся была, да. Они приветливые, им вот, ну, с ними общий язык найдешь. Душевные. Они ни на кого не будут ни бросаться, ни кидаться, ни с какими советами, допросами, как надо в храме себя вести. Вот батюшку они очень полюбили. Вроде мы не десятилетиями здесь, но хорошие отношения установились. Поэтому, а людям нравится, когда все мирно, тихо, спокойно, когда люди добрые, когда они улыбаются, когда можно, видите, мы вот здесь все время, кто угодно придет, в какое угодно время. Пожалуйста. Не так, как в других, в городских храмах, там строго часы работы, закрылось и все. Вы работаете круглосуточно. Ну да, мы всегда здесь, вот в домике, при храме. Всех прихожан знаем в лицо, знаем по имени, кто, откуда, какие у них проблемы. Ну, конечно, у нас, как во всяком приходе, приходит как большая семья. Во всякой семье бывают разные отношения. Вот сейчас этот храм, он в каком состоянии? В идеальном? В идеальном? Или что еще нужно в нем сделать, чтобы он стал идеальным? Ну, он, конечно, не в идеальном состоянии. На деревенский рядовой приход никогда не будут выделяться какие-то особенные средства. Если это не памятник культуры, у нас, правда, храм памятник культуры, но такой, рядовой, он не сильно старый, на балансе стоит, но никогда ничего нам не выделялось. Мы держим его просто в порядке. А на что-нибудь большее, конечно, нам не хватает. Да и нет у нас таких особо каких-то прихожан, там, влиятельных или что. Может, проект есть, потому что у нас есть знакомые, среди молодежи мы дружим со Свято-Тихоновским богословским институтом в Москве, а там уже, ну, давно открыт, мы сами с батюшкой его заканчивали, разные факультеты, давно уже. И есть у нас там друзья среди студентов, одна из них, выпускница, Лена Козлова делала нам на храм мозаику, вот снаружи, вот здесь вот икона, покрова. Которую мы видим. Да, да, очень хорошо. Ну, впечатляюще. да. И она же составила нам проект иконостаса, такой, чтобы он был бюджетный, но даже на этот бюджетный, такой, в пределах иконостас, все равно пока что мы ничего особенного. Мы даже объявляли сборцы для прихожан, но, естественно, народ собрал, но все равно это там, я не знаю, может быть, в одну десятую сумму, вот так укладывается. Ну, мы не переживаем, мы особо не ищем, просто ждем. Если надо будет, если есть на это воля Божья, то появится. Покраска забора подходит к концу, и мы можем приступить к финальной части работ, посадке цветов и сбору садовой мебели, имитирующей ротанг. В настоящее время садовая мебель стала незаменимым атрибутом сада. Стоит садовая мебель недорого, а служит очень долго. При этом она практически не требует ухода. Такая мебель может находиться под открытым небом и никоим образом не потеряет своих свойств и не испортится. Чистить такую садовую мебель достаточно просто. Ее следует очищать мягкой щеткой, не используя агрессивные моющие средства. Если провести сравнение с плетеной мебелью из натуральных материалов, то все достоинства станут еще очевиднее. Расскажите дальше вашу историю. Как складывалась ваша жизнь, когда Великая Отечественная война закончилась? Ой, во время Великой Отечественной войны нас бомбили все время. Но мы сами вот люди, друзья, были дружнее, дружно. Мы всегда все стояли стеной, у нас уже никто ничего, и мы... Все происходило тут. Все происходило тут. У меня сосед был, Пашка, мой наилучший друг. Скажите, от чего произошло название этой деревни? А вот, не знаю, а вообще какой-то был йог, это самый, богатый человек. На Иганово стало. Там какой-то был, но это давно-давно было. Я, конечно, только это слышала, а так, не знаю, вот так. Я всегда вспоминаю, что мы были вот люди. Скажите, пожалуйста, вот вы потом выросли, стали работать, вы как-то следили за своим садом, за огородом? Соответственно, это другого выхода нет. Во-первых, огород надо было, есть было нечего, огород надо было содержать, конечно, все. Но потом, кто в беременности живет, мы всегда занимаемся огородами, это наше уже. Другого негде нам питание взять, и все. Все время в огороде, даже когда возможности, даже если много было, то ходили продавать. А сейчас вы занимаетесь им? Ну, для себя вот все. Ну, сейчас сил-то у меня уже нету. Как так случилось, что участок зарос травой? Делать некому, у меня сил нету, а со мной никто не живет, все стоят с квартирой, и все живут отдельно. А у меня нет силы, пошел заброшенный участок. Ну, так они приезжают, конечно, соответственно. Так? Что, цветы у нас растут? Цветы сами сажали? Ну, девчонки, кто сам, я даже не помню, цветы у нас вот, что вот есть, все посажено. Я считаю, что для нас нормально. Где вы познакомились со своим мужем? А он деревенский парень был. Как это случилось? На танцы ходили. Тут же, в этой деревне? В этой деревне были танцы. А он из соседней деревни был. Так что... Сколько вам было лет тогда? Ну, наверное, 20 лет. Годат, я точно уж и не знаю. Ну, так. Это была любовь с первого взгляда? Да, любовь с первого взгляда. Знаешь, сколько мальчиков было. Так вот, в детстве, как это все знакомиться. Ну, расскажите ее историю. Да уж, все позабыто давно. Ничего не помните? Ну, почему помню? Сколько лет вы прожили вместе? Много лет мы прожили. Он заболел, у него болезнь была рака. И поэтому, сколько лет вы уже живете одна? Да, нам 30 лет. Здравствуйте, Света. Здравствуйте, Маша. Света, что мы сейчас будем с вами делать? Ой, мы сегодня будем пересаживать гортензию, которую используем для оформления нашего участка. Угу. А почему мы ее будем пересаживать, а не высаживать в грунт? Потому что в грунт гортензию высаживают весной, но так как у нас сейчас лето и мы работаем на участке сейчас, мы его пересаживаем в горшочек. Угу. Дальше этот горшочек можно использовать везде, где угодно, на участке. Очень красивый элемент интерьера. Куда мы планируем его поставить? Мы вот в керамические горшки, вот такие замечательные, розовые. Собственно, предлагаю приступить к пересадке. Еще один плюс того, что мы пересаживаем в горшок, баблюсь, и удобно будет за ним и ухаживать. мне нужно будет низко нагибаться и, соответственно, проблема с сорняками будет исключена. Давайте начнем этот процесс. Поехали. Соответственно, мы берем открываем. Дренаж. Дренаж, в принципе, насыпается, ну, почти две трети. Немножко пыльно. Следующим этапом мы насыпаем землю. Да, хорошо. Держу. Держи. Кстати, в пакетиках с землей специально предусмотрены дырочки, чтобы, опять же, земля дышала в процессе ее хранения в магазинах и транспортировке. Угу. То есть, земля у нас будет живая. Помочь? Да, и дощищаем, если можно. Ну, насколько это возможно. так, опа. Что хватит? Да, насыпаем совсем чуть-чуть. Так как земля находилась в пакете, ну, опять же, там на складах хранилась, ее немножечко нужно вот так вот взбить, чтобы она, опять же, подышала и была немножечко пористой. Так, из горшка как мы извлекаем цветок? Из горшка мы извлекаем цветок вот таким вот, вот таким вот способом. Как-то он у нас немножечко помять, вот так вот, 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 немножечко помять. Я, значит, его держи, а я немножечко вот так выкопаем ямку. Да, немножечко разобью землю, ставим. Все, я держу, фиксирую. Теперь я засыпаю оставшийся грунт. мы работаем без перчаток. работаем без перчаток, да, прощаем маникюр. фиксируем без перчаток. к новому грунту. Ну что ж, тогда, чтобы от меня тоже была польза, я пойду возьму лейку и его полью. Замечательно. Так, поливаем, ну, соответственно, вот по грунту. Цветок не заливаем? Нет, цветок не заливаем. О, господи, нелегкая, отработает. При пересадке рекомендуется обильно полить. Тяжело. Хватает рук. Опа, опа, все. Все, достаточно? Мы хорошо полили, хорошо пересадили. Цветочек будет очень... Жить и радоваться. Жить и радоваться наших героев. И он будет радоваться, и герой будет радоваться. и очень красиво подобрана цвет цветочка и цвет горшочка. Наш спонсор гипермаркет Оби предоставил вам в подарок вот эту мебель из искусственного ротанга. Также цветы и различные инструменты для того, чтобы участок постоянно содержать в чистоте. Кроме того, краска, которую мы сегодня красили, забор. Производитель обещает, что она будет держаться более пяти лет, собственно говоря, как и вот эта мебель. Мы надеемся, что все это время вы будете радоваться тому, что мы у вас сегодня сделали. Я очень, конечно, рада, большое спасибо, что вы приехали, что вы поздравили и привезли все подарки. Большое-большое вам спасибо. Все хорошее в жизни начинается с того, что приходится сталкиваться с трудностями в начале пути. Так и наша съемочная группа вместе с помощниками и спонсорами провели весь день, трудясь. Безусловно, мы не поменяли жизнь нашей героини, но добавили в нее немного красок и тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова